С нами на связи Иван Жданов, директор фонда борьбы с коррупцией. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую вас. По поводу политический аспект, да, хотелось бы обсудить. С одной стороны, президенту Владимиру Зеленскому, президенту Украины, не дали выступить на церемонии «Оскар». С другой стороны, ну, российская политика, как бы там ни говорилось, что документальный фильм, но жена Алексея Навального на сцене выступает. В принципе, это можно расценить как политический аспект. То есть политика России полным ходом присутствует на «Оскаре». Вот насколько правильно, скажем так, да, не давать выступать, например, президенту Украины, но при этом российскую политику полностью вводить на церемонию «Оскара»? Мне кажется, неправильно не давать выступать президенту Украину на церемонию «Оскара». И мне кажется, это было неправильное решение киноакадемии, поэтому тут нет никаких сомнений. Что касается премии фильма «Навальный», ну, фильм «Навальный», он же не принадлежит ФБК, он принадлежит СНН. И в данном случае тут как-то странно мне задавать вопрос, я понятия не имею, как там принимаются решения и как киноакадемия выбирает фильм. Мне кажется, фильм вполне талантливый, фильм о судьбе человека, о борце, о враге Путина и о человеке, который высказывался и в поддержку Украины, и высказывается, сидит сейчас за это в ШИЗО и говорил о Украине в границах определенных в 1991 году. Поэтому я надеюсь, что это хоть как-то компенсирует несправедливость, по которой не дали Зеленскому выступить на церемонии урочения «Оскара». И тоже говорил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, он прокомментировал вручение «Оскара» документальному фильму «Навальный» о российском политике Алексея Навального. Вот он что написал у себя в Твиттере. Давайте послушаем и обсудим. Если «Оскар» вне политики, как тогда понимать документальный манифест «Навальный», в котором внутрироссийская политика льется через край? Если «Оскар» вне контекста войны в Украине и массового геноцида украинцев, зачем тогда постоянно говорить о гуманизме и справедливости? Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины. Говоря о геноциде, говоря о том, вообще как мировое сообщество должно реагировать на все эти военные преступления со стороны высшего политического военного руководства Российской Федерации. Сегодня, знаете, мы обсуждали тему наказания, трибунала. Мы часто об этом говорим все ближе и ближе к этому трибуналу, какие-то шаги приближаются. Сегодня у нас была Екатерина Рашевская, эксперт региональных прав человека, и она озвучила такое мнение, что Путин может до трибунала и не дожить, помереть может просто. Говорит, но вы знаете, это слишком маленькое наказание для такого военного преступника. Как вы думаете, как должен быть наказан Путин за вот все те действия, которые он совершил? Как должно мировое сообщество наказать его? Хороший вопрос. Ненависти к Путину у меня больше, чем кому-либо другому. И, конечно, хочется сказать, что судьба его должна быть примерно как судьба Каддафи или как судьба Саддама Хусейна. Мне кажется, это наиболее правильный путь. Но мы и Украина, и цивилизованное сообщество как наказание выбирают другой путь, пожизненное наказание, трибунал и все такое. Конечно же, вероятен сценарий такой. Может быть, он просто не доживет. Это плохой сценарий. Это значит, мы все проиграли. Если он возьмет и умрет своей смертью, и никакого наказания за это не почувствует, это значит, это самый плохой сценарий. Поэтому хочется ему, безусловно, пожелать, чтобы, не знаю, его нашли и как последнего подонка, как-то судили. И хотелось бы еще об Алексея Навальным поговорить. Одно мнение озвучиваю сейчас. Жизнь российского оппозиционного политика в колонии сейчас под вопросом. Награда вряд ли остановит Кремль. Награда, я имею в виду, Оскар. От возможного убийства в тюрьме, но дополнительный интерес мира вызовет. Вряд ли в Кремле этому радость, считает руководитель пресс-центра сил обороны оперативного командования ЮГ Наталья Гуменюк. Она напоминает, что фильм о том, как президент России пытался отравить запрещенным химическим оружием политического оппонента, в который раз доказывает, что российское государство террористы угрожают тем, кто за его пределами. Я много раз уже спрашивал, но, тем не менее, повторю свой вопрос. А на что рассчитывал Алексей Навальный, когда он возвращался из Германии? Неужели он думал, что его действительно сейчас не посадят в тюрьму? Ну, в 2021 году, я имею в виду. И далее, готов ли он следовать тому, что он говорил еще до того, как попал за решетку? Ну, и, собственно, сейчас его цитаты и о Крыме, и о целостности Украины в рамках 1991 года, который он совершенно недавно тоже озвучил. Будет ли это все реализовано? И какие условия, предпосылки для этого могут быть? Кроме того, что Путин убрет. Что касается возвращения, понятно, что Алексей Навальный не принимал решения. Для него это не было решением вернуться. Он считал, что его вывезли в бессознательном состоянии, и он, соответственно, должен оказаться в том же состоянии до того, как его вывезли. То есть это не было даже предметом обсуждения. Это было такое, что я возвращаюсь тут даже обсуждать чего-то бессмысленно. Я думаю, что мы же жили до этого, 10 лет, до 2021 года, 10 лет в состоянии возбуждения постоянных уголовных дел. И то, что там возбудили еще одно уголовное дело до его возвращения, это совершенно не значило то, что его должны были закрыть. Вероятность была высокая, но, опять же, Алексей за рубежом, Алексей Навальный, который оставался бы как иммигрант, мне кажется, его такая судьба совершенно никак не прельщала. Поэтому это было такое осознанное, не решение, но просто такое осознание, что я должен там быть со своими людьми, которые тоже рискуют, которые сейчас выходят на митинги и их просто сажают за высказывания и дают дикие сроки до 10 лет. И он должен пройти этот путь вместе с людьми, которые находятся под такими угрозами. А команда продолжает просто обеспечивать его деятельность и продолжает делать то, что она делала и при нем. Поэтому вот такая конструкция выбрана. Что касается заявлений по поводу Украины, Алексей однозначно, чтобы никаких сомнений не было, сказал, что Украина должна вернуться в границу 1991 года. Как это будет реализовано? Сценарий может быть совершенно разный. Разный он заключается в том, что может так случиться, что в какой-то момент все-таки люди выйдут на решительные протесты и совершится переворот, революция, или Путин все-таки по плохому сценарию не понесет наказание, сам умрет, или что-то случится, еще просто его арестуют, его же окружение, когда поймут, что они находятся в какой-то ловушке. Сценариев очень много. Конечно, наш самый оптимальный сценарий – это чтобы случился какой-то переворот, его просто арестовали, или революция, и ФБК многое для этого делает, для того, чтобы люди проснулись, чтобы люди очнулись от этого. И информационная работа, и санкционная работа, и работа с активистами, которые находятся, и остаются внутри России, и продолжают находиться под разными уровнями риска. Для этого мы запустили платформу штаба Навального, которая в том числе и совместно с украинскими группами занимается и дидос-атаками, и какими-то там уличными акциями, и прочее. Какой конкретно будет сценарий этой реализации, я точно не знаю. В любом случае мы понимаем, что нужно для этого работать, и нужно готовить и протесты, и быть готовыми самим к тому, что ситуация может поменяться. И дальше уже на базе этих 15 пунктов, на основе признания и преступлений, и военных преступлений, и компенсации ущерба за эти преступления, и восстановление границ Украины, можно уже строить хоть какую-то Россию. До этого это невозможно. По поводу строить какую-то Россию, по сути, это дело за оппозицией. Говорим Навальным, понимаем, что речь идет об оппозиции. Ваше мнение, когда формировалась оппозиция? Это 2014 год, это 2022 год. Что стало основным триггером? Да и, наверное, кто сейчас является вот этой оппозицией, где она находится? Оппозиция формировалась с 2011 года, когда люди осознали, что у них украли выборы в Государственную Думу. Тогда начались протесты сначала на Чистых прудах, потом на Площади Революции, на Болотной площади, и сформировалась такая оппозиция, осознала, что она есть. Если до этого было 30 человек или 100 человек, выходящих на площадь Маяковской, то в 2011 году мы осознали, что нас много. В 2017 году люди впервые вышли на всероссийские протесты после выхода фильма про премьера «Он вам не Димон», про Дмитрия Медведя. И тогда наша организация организовала первые в истории общероссийские протесты во всех городах, больше ста городов тогда вышли на протесты. И за это время, вот с 2017 года, стало более-менее понятно, кто является оппозицией. Сейчас, конечно, Навальный является главным оппозиционером в России, находящимся за решеткой. И все оппозиционеры, которые в России, они сейчас в подавляющем большинстве там есть, но в подавляющем большинстве они находятся за решеткой. Это и Яшин, и Розман находятся под следствием, и многие другие. Что не отменяет Игорь Мурзай, и многие другие. И что не отменяет того, что у этих оппозиционных людей есть команда, которая продолжает их поддерживать, потому что, ну, быть политзаключенным, это тяжело. Садишься, а тебе цель тюрьмы полная изоляция. Тебе просто забывают. Если нет команды снаружи, то, которая говорит все время, которая, опять же, добивается того, санкций, или добивается, чтобы о человеке говорили, то это очень тяжелая судьба. Поэтому есть разные команды, которые находятся за рубежом, которые поддерживают политзаключенных, и которые делают политзаключенные. И к этому относятся и наши команды, есть и Ходорковский, есть оппозиционная группа журналистов, есть активисты, есть «Весна», есть феминистское антивоенное движение. Вот эти люди сейчас представляют оппозицию в России. И я хотел бы еще спросить о расследованиях. Например, вы уже некоторые упомянули про «Он вам не Димон». Недавно не ваше расследование вышло, но, тем не менее, независимое издание проект о финансах Путина и тереме Кабаевой вышло это расследование. Прекрасно все было рассказано. Ваше расследование, я вспоминаю тоже о семье Путина, ну, если так глобально говорить, Артур Очеретный и Людмила Некогда Путина, теперь Очеретный, с их дворцами недвижимостью и так далее за границей. У меня вопрос. Какой эффект имеют эти расследования? Как вы считаете, главная их цель? Чего? Новая болотная, либо это определенное, не знаю, скажу, уже просто надоело слово «санкции», но тем не менее. Употреблю его по отношению, например, к тому же Очеретному, либо Путину, либо Людмиле Путина, либо Кабаевой. Вот какая главная функция? Главная функция расследования, все в России примерно есть такое ощущение, что все воруют и воруют, и окей. Ну, типа, ничего такого. Но оно ошибочное, потому что, когда люди видят конкретные примеры, конкретные примеры выраста, и это олицетворяется в конкретном чиновнике, то эмоция гораздо сильнее. И все, что мы делали, начиная с 2009-2008 года, Алексей начал выпускать расследование, это был такой триггер для этих эмоций, такой вот конкретный толчок, как в 2017 году, когда вроде бы все знают, что вот медведев, вот есть он. Ну, наверняка они там как-то воруют, но когда все видят просто роскошный осторонняк и домик для уточек, это вызывает такую эмоцию, что хочется выйти на улицу, хочется что-то там сказать, вы вообще нас не представляете. Поэтому расследование имеет функцию политической консолидации. Кроме того, есть прямо совершенно практический эффект. Например, если мы говорим о расследовании про яхту Кабаева и Путина Шахерезаду, которая стоит почти миллиард долларов, и которая была вот-вот уже на воде, которая готова была улизнуть из Италии, то конкретно наше расследование привело к тому, что, во-первых, а, про эту яхту узнали, б, что она была арестована. И конкретно эти деньги, вполне вероятно, рассчитываю, что они пойдут на помощь, на помощь восстановлению Украины, в том числе, и это будет совершенно справедливо и правильно. И поэтому это и есть какие-то большие деньги, и это имеет конкретный практический эффект, как, надеюсь, арестованные квартиры очередные, которые она сейчас спешно после расследования выставила на продажу и пытается хоть что-то с этого получить. Поэтому эффект раздражения политической консолидации и конкретные практические аресты и санкции. Иван, говорим, вам спасибо огромное за участие сегодня в нашем информационном марафоне. Зрителям нашим напомню, Иван Жданов, директор фонда борьбы с коррупцией, был с нами на связи.